Азия Большая Игра Азия Большая Игра Азия Большая Игра Не того фасона но это понятно что это было только поводом что же является настоящей причиной событий Вообще я бы не стал говорить что сейчас в Иране что-то происходит что может привести то что происходит оно довольно типично для последних ну по крайней мере четырех лет когда в общем почти непрестанно идут протестные акции той или иной наполненности, что ли, остроты. И поэтому, в общем, они довольно стали привычны, и поэтому их привычно силовики пытаются определенным образом минимизировать. Но то, что сейчас происходит, действительно немножко отличается, отличается, по крайней мере, тем, что за этими протестными актами стоит довольно много населения. О том, что в Иране, вообще, когда мы говорим о том, что явилось причиной, то мы должны помнить, что в Иране уже 43 года назад совершилась исламская революция. И эта революция достаточно изменила лицо Ирана, изменила она в том плане, что в стране восстарился исламский режим, который ввел самые различные рестрикции, самые различные ограничения по коду, по манере поведения, по внешнему виду людей, по тому, к чему народ стремится и так далее, как хотят показать нынешний Иран и так далее. Поэтому вот эти ограничения, которые в данном случае касались женщин, потому что речь идет о нарушении исламского дресс-кода, вообще эти все ограничения достаточно велики, их количества очень много, но женщины – это самая страдающая часть населения, тем более, если мы вспомним, что, скажем, внешний вид мужчин после исламской революции изменился не очень, но, может, перестали носить галстуки, на лицах в основном такая исламская щетина, так сказать, бородки и так далее, но, в принципе, особо одежда не изменилась, разве что, я говорю, исчезли галстуки, то у женщин это совсем не так, тем более мы должны учесть, что вот женщины Ирана до революции, в общем, знаете, что до революции Иран называли маленьким азиатским Парижем, он действительно был Парижем в том плане, что в нем, так сказать, и внешняя красота присутствовала, как в Париже, скажем так, а кроме того, просто поведение женщин, одежда, которую носили женщины, она вполне соответствовала европейским стандартам. И вдруг, представьте себе, в середине 78-го года начинаются революционные события, они длятся примерно полгода, и страна выходит с этих событий, полностью измененной внешне. Женщины одевают хиджабы, такие платочки, у них строгие формы ношения и другой одежды, с которыми не разрешают носить брюки, и так далее поначалу, и так далее. Я сказал поначалу, потому что в течение времени все это ужесточается, и ужесточается настолько, что вот в течение времени женщины становятся движущей силой и таким главным, что ли, триггером тех изменений, которые могут и должны и ранее произойти, потому что женщины начинают демонстрации сниманием платков, обрезанием волос и так далее. И вот это как раз случилось сейчас. Это вызывает массовое недовольство. Массовое, потому что сейчас мир стал более открытый, и люди видят, что происходит в других частях мира, что вот эти ограничения мало где стали давлеть над населением. Поэтому, собственно говоря, и возникла вот эта ситуация примерно неделю назад, когда девушка, приехавшая из провинции, из иранского Курдистана, хотя из большого города, достаточно большого по иранским понятиям саккеза, она с братом своим, кстати, вот тут все обращают внимание, почему с братом, потому что женщина молодого возраста, в принципе, не рекомендуется ходить по улицам без сопровождения мужчин. Она приехала с братом, они приехали на экскурсию, и вот при выходе из метро, и вдруг исламская полиция нравов, в Иране есть и такая, полиция нравов, которая следит как раз за тем, как женщины выполняют исламские приписания. Полиция нравов хватает ее и говорит, мы поедем. Есть в Иране специальные центры объяснений, это центры, в которых женщинам говорят, как они должны одеваться. Вот этот вот, так сказать, исламский патруль, по-персидски гяш-тейр-шот, хватает эту девушку, вталкивает ее в машину, ее везут в этот центр, через какое-то время она попадает в больницу и через какое-то время еще умирает. И понятно, что это, собственно говоря, не санкционировано применение сил, ее просто там избивали, чтобы доказать, как она хочет, чего она хочет, и как она должна одеваться. И вот понятно, что это достаточно серьезная ситуация. Кстати, в момент ее задержания многие снимали, опять-таки, я совершенно с вами согласен, что мир-то изменился, то есть на улице люди снимали это на телефон, это разошлось по социальным сетям, по интернету, несмотря на то, что в Иране как бы все это прессуется, но как бы с интернетом бороться довольно сложно. То есть это увидели миллионы людей. Да, это пару секунд и становится достоянием больших масс людей. И поэтому, естественно, это разнеслось, и это вызвало неспровоцированную такую реакцию населения. Тем более, что в Иране, как я сказал, постоянно идут какие-то протестные акции, потому что население доведено, собственно говоря, не подписание вот атомного договора, оно ведет к тому, что стране не дают торговать нефтью. Экономическая ситуация достаточно плоха, очень много безработных, очень велико такое давление на народ, связанное с дороговизной, связанное с безработицей, связанное с массой ограничений с другой стороны. И поэтому все это вызывает очень массовые протесты. И вот сейчас говорят, что нынешняя полоса протестов, она как бы захватывает постепенно очень большое число населения. Цифры, собственно, разные, но, наверное, уже убито примерно человек 50. Учтем, 50 человек при уличных демонстрациях. Это очень большая цифра, хотя в Иране прежние годы бывало и больше. Но дело в том, что нынешняя волна, она пока не затронула весь Иран, она затрагивает в основном национальные окраины. Национальные окраины – это те районы Ирана, которые можно назвать депрессивными, в частности, вот этот район иранского Курдистана, откуда родом Махса Амини. И вот все это вызывает достаточно большое напряжение, и поэтому демонстрации идут уже много дней, и действительно о них сейчас говорят, как о демонстрациях, которые могут, так сказать, в определенной мере расшатать строй. Они действительно расшатывают строй, но не настолько, наверное, потому что ведь в Иране создалась ситуация, при которой в стране почти полностью вычищена оппозиция, ее там просто нет, она за границей в основном, или там есть исламская оппозиция, есть некая оппозиция в районах проживания национальных меньшинств, в частности, вот в иранском Курдистане, в частности, в иранском Азербайджане, в Иране есть четыре провинции с азербайджанским населением, где очень велик религиозный гнет, национальный, этнический гнет, потому что религиозные меньшинства, у них нет права изучать родной язык, учиться в школе на родном языке, и так далее, это тоже вызывает напряжение в обществе, поэтому сейчас вот начались, начались эти протестные акции, они действительно ширятся, пока, по крайней мере, никакого их снижения не наблюдается, кроме того, мы учтем, что сейчас оппозиция, которая находится за пределами страны, пытается этим воспользоваться, вот, например, вчера, нет, позавчера, к протестующим обратился наследник иранского престола Резапа Клеви, который живет в Америке, и он обратился с обращением о том, что вы сейчас на улицах городов, постарайтесь оттуда не уходить, постарайтесь завладеть городами, завладеть центральными проспектами городов, но он не настолько в Иране все же популярен, чтобы, как бы, просить весь народ, но в любом случае, это еще одна капля, которая придает, как бы, остроту ситуации. Внутри страны тоже, в общем, нет никакого, нет никакого, никакой координации этих протестов. То есть, это такие стихийные пока что акции, Это стихийные, да, которые уже неоднократно бывали, которые в последнее время захватывали различные регионы страны, но вот были такие в Азербайджане, были такие в провинции Кузистан, где зовут иранские арабы. Азербайджане, вы имели в виду Азербайджан и Иранск? Я имею в виду, да, потому что я сказал в Иране четыре провинции, в которых живет в основном азербайджанское население. Это было в провинции Кузистан и Белючистан, где живут Белуджи, которые тоже, кроме того, что они эти этнические медчинства, они еще являются религиозным, и курды, кстати, тоже являются религиозным медчинством, поскольку они сунниты, а страна шиитская. И все это вызывает напряжение, но когда задаешься вопросом, что это будет иметь, к чему это приведет, то, в общем, прогноз не очень положительный, потому что уже много раз это бывало, и, в общем, это ни к чему не приводило, потому что в Иране очень сильные силовые структуры, очень сильная армия. Вот на днях в Иране три дня назад проходил парад по случаю годовщины Ирано-Иракской войны, показали новые образцы техники, эта техника, может быть, обращена и против народа. Поэтому понятно, что вот эти демонстрации силы, она показывает, в общем, что шансы вот этого стихийно возникшего протестного движения, они невелики, но они расшатывают режим, потому что сейчас, когда, собственно, режим ничего не может сделать для улучшения ситуации в экономическом плане, понятно, что все эти и забастовки, и протестные акции, и другие случаи неповиновения власти, они разрушают режим, они его поддачат. Кстати, вот относительно экономической ситуации вы упомянули несколько раз, может ли вот этот вот эти волнения, не будем называть их революцией, наверное, это преждевременно, не могут ли эти волнения в какой-то степени подтолкнуть руководство Ирана быть более сговорчивым на переговорах по ядерной сделке, поскольку мы понимаем, что если переговоры будут совершены и будет подписана ядерная сделка, на Иран просто прольется золотой дождь. Да, это понятно, что в принципе это вынуждает в определенной мере, но дело в том, что иранцы с течением времени убеждаются, я имею в виду руководство иранское, что на переговорах по ядерной проблеме они могут добиться большего, они могут добиться тех условий, которые они ставят, то есть они ставят условия полного снятия санкций и только при полном снятии санкций может быть стране предоставлено то, чего страна добивается. И поэтому они понимают, что нельзя очень сильно затягивать, поэтому, например, президент РАИСи, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сказал, что мы надеемся, что в ближайшее время мы все же подпишем, мы найдем выход, мы предоставим новые предложения, собственно говоря, об этом было сказано на переговорах между иранским президентом и президентом Франции Макроном, они сказали, что мы надеемся, что у нас есть рычаги воздействия на Запад, но с другой стороны, дело в том, что с течением времени Иран становится все более антизападной страной, в этом ему помогает, в общем, сейчас нынешняя ситуация, в которой у него появился такой стратегический партнер ярко выраженного антизападного направления, я имею в виду Россия, который восстанавливает его против Запада, не дает ему, я думаю, в значительной мере попытаться наладить вот тот диалог, который может быть, поэтому можно ожидать того, что действительно не сразу, конечно, потому что, собственно говоря, нынешняя отсрочка в переговорах, она связана с промежуточными выборами в Соединенных Штатах, это будет в ноябре, так вот, начиная с ноября, может быть, и изменится какое-то направление, потому что иранцы уже в определенной мере идут назад, то есть они уже отказались от своих жестких принципов, они, скажем, ищут золотую середину на переговорах с МАГАТЭ, они пытаются в определенной мере выполнить предложение Запада, и, может быть, они выберут какую-то более мягкую позицию, которая позволит добиться того, что СВПД будет подписан, хотя, в принципе, подписание СВПД это не то, чего хотел бы Израиль, и чего, наверное, хотели бы все же Штаты. Да, мы об этом говорили неоднократно. Правильно ли я вас понимаю, что для России смертельно опасно подписание вот этого договора, потому что в этом случае Иран освободится от этой зависимости от России и станет прямым конкурентом России в плане экспорта энергоносителей? Да, да, конечно, потому что ведь пока еще пока не решился вопрос, и пока Иран как бы буксует, хотя он все равно сейчас довольно много нефти продает какими-то окольными путями, но в любом случае подписание договора и подписание, то есть я имею в виду СВПД, и подписание вообще в целом новых соглашений, оно в общем вернет то, что реально показывает соотношение Ирана и России, то есть чистую конкуренцию, которая в принципе России не нужна, и она хорошо себя чувствует, пока ничего не подписано, тем более она ведь является одной из сторон противостоящих Ирану на переговорах в Вене, поэтому естественно это будет как раз отношения между двумя странами вступят в чисто конкурентное состояние, хотя сейчас может быть это может быть несколько ослаблены конкурентность, потому что страны стали стратегическими партнерами высокого уровня и может быть они сумеют о чем-то договориться, но пока это не просматривается и пока в общем приходится ждать что все же случится и как действительно повернется развитие как Ирана, потому что в Иране могут быть непредсказуемые события, мы не знаем что может случиться через пару дней, потому что эти протестные акции они не обузданы и они могут принять еще большую напряженность, поэтому уже в ближайшее время я думаю, что это должно быть прояснено и тогда мы увидим к чему действительно идет развитие Ирана и как действительно и как в этом плане идет сцепка по линии Ирана Российского партнерского союза, стратегического союза. Спасибо большое, спасибо доктор Мисамет, сотрудники Еврейского университета в Иерусалиме, Иранист, я поздравляю вас с наступающим Новым Годом, Шанатова Ламитука, хорошего Нового Года и мира, и вам тоже, дорогие друзья, мирного года, здоровья, счастья и еще раз повторяю, мира, это самое главное в наш неспокойный век. Программа Александр Гурарье, до свидания.